МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, что он будет удостоен еще одной награды, кроме медали МЧС, Никита Тарасов не догадывался. 12 января он вместе с бабушкой отправился в Екатеринбург по приглашению из областного дома правительства. Награждение детей до 16 лет за мужественные поступки ежегодно проходит в рамках всероссийского проекта «Дети-герои». Наверное, можно было бы без лишней помпы пригласить человека, пригласить его родственников, вручить ему награды. Но мы хотим, чтобы о подобных поступках, о подобном отношении молодого человека к жизни, чтобы об этом знало как можно больше людей. И суть проекта «Дети-герои» состоит именно в этом. Напомним, что в июле прошлого года девятиклассник кадетской школы номер 9 Никита Тарасов спас жизнь своему соседу-посаду Павлу Крылову, у которого во время купания в пруду случился сердечный приступ. Мальчик без колебаний нырнул в воду, когда стало понятно, что с дядей Пашей случилась беда. Только благодаря смелому поступку Никиты мужчина остался жив. Церемония награждения длилась 15 минут. Помимо медали по поручению губернатора Свердловской области, Никите подарили ноутбук. Здоровья и смелых поступков юноше пожелал участник церемонии «Герой России» Сергей Евланов, совершивший подвиг на таджикской границе в 1993 году. Никита признался, что все происходящее стало для него неожиданностью. Я не думал, что до этого дойдет. Я думал, просто вручат медаль вот эту за спасение и все. Но я до этого не думал, что дойдет до этого. С будущей профессией Никита еще не определился, но сказал журналистам, что уже думал о том, чтобы стать спасателем. Приятную миссию на минувшей неделе выполнил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Чиновник передал Верхней Салде новый автомобиль скорой помощи. Пользуйтесь, чтобы эта машина действительно позволяла спасать жизни, вовремя доставлять бригаду скорой помощи больным. Служила безотказно, надежно. Ключи от новенькой скорой помощи на базе автомобиля «Газель Некст» 11 января получили представители трех моногородов – Верхней Туры, Нижнего Тагила и Верхней Салды. Несмотря на то, что в нашем городе все пять бригад не от ложки укомплектованы техникой, главный врач Центральной городской больницы Илсур Фатихов с благодарностью принимает пополнение. Потому что один автомобиль класса «Б» хорошо, но два – лучше. У нас сегодня доброе, хорошее событие. Мы получаем новый автомобиль скорой помощи класса «Б». То есть он укомплектован всем необходимым оборудованием. Это хорошее подспорье для скорой помощи и для перевозки тяжелых больных на дальнее расстояние. В реанимобиле есть все необходимое для спасения и поддержания жизненных функций пациента до приезда в больницу. В нем на треть увеличен объем рабочей зоны. Продумано все – от удобного механизма транспортировки в машину до аппаратов вентиляции легких и дефибриллятора. Обеспечение качественного здравоохранения – это один из векторов поддержки моногородов. Очень радует, что в результате этого мероприятия по автомобилю скорой помощи получили все моногорода, которые есть у нас в Свердловской области, включая и мало города. Для них это действительно большое событие. Автомобили сегодня оснащены всем необходимым. Это и дефибриллятор, это аппарат искусственной вентиляции легких. Это все то, что нужно для того, чтобы экстренно оказать медицинскую помощь человеку, который в ней нуждается. Это значит, что будут спасены жизни, будет своевременно доставлена бригада скорой медицинской помощи к больному. Новенькие скорые разъехались по домам, а заместитель губернатора с командой, в составе которой также главврач Свердловской области Андрей Цветков и министр инвестиций и развития Виктория Казакова отправились в сторону Верхней Салды. После обзорной экскурсии по объектам особой экономической зоны Титановая долина состоялся ряд совещаний и встреч, в том числе и встреча с новым главой Верхнесалдинского городского округа Михаилом Савченко. Первый вопрос подняли именно по строительству поликлиники новой в нашем городе, то есть что делать с нашим госпиталем. Вот это обсуждали, плюс вопросы по Титановой долине. Вот сейчас мы активно обсуждали, наверное, видели, что здесь резидент один, это группа компаний СТОТ, которая будет возить лес. Если лес довольно-таки в больших объемах лесовозом, что будут с нашими дорогами. То есть и тут то, что мы, будем говорить, общими проблемами, общими вопросами, как бы заинтересованы, видно, что и область, мы думаем в одном направлении. Представители нового резидента долины, компании СТОТ Урал, Верхний Салде интересны и как потенциальные работодатели. На площади 78 гектаров планируется построить два деревообрабатывающих завода со штатом в 400 человек. Мы посмотрели, каким образом это предприятие уже в перспективе обеспечено лесосечным фондом для своего производства. Это ни много ни мало 800 тысяч кубометров древесины в год. Такого крупного проекта в Свердловской области уже не было очень давно и не может не радовать, что такой крупный игрок на этом рынке, компания СТОТ, выбрали местом размещения своего производства именно Свердловскую область. По результатам поездки в Верхнюю Салду, Алексей Орлов подготовит доклад губернатору с вариантами дальнейшего развития здравоохранения и новых производств на территории Верхнесалдинского городского округа. Сегодня, уважаемые телезрители, мы открываем рубрику «Два юбилея – одна судьба». Она посвящена 85-летию ВСМПО и 75-летию АВИСМЫ, которые мы будем праздновать в нынешнем году. В наших юбилейных планах воспоминания ветеранов ВСМПО, экскурсии в заводской музей, викторины и встречи за круглым столом и, конечно же, наши ретро-материалы из видеоархива. Прямо сейчас предлагаем вам окунуться в атмосферу празднования 80-летия ВСМПО. Парк советского периода распахнул свои двери и грянул оркестром. Энергичные, обаятельные мужчины дарили собравшимся заряд положительных эмоций. Стилистика оформления праздника соответствовала духу тех времен. Раритетные тумбы с афишами, плакаты и растяжки с различными советскими лозунгами. Работали буфеты, где можно было отведать приготовленные угощения. На территории парка были развернуты игровые площадки. Желающие могли принять участие в шахматном турнире или станцевать под гармонь. В ожидании начала мероприятия пенсионеры с удовольствием прогуливались по дорожкам парка. А пришло их ни много ни мало около тысячи человек. Сегодня они на заслуженном отдыхе, а еще несколько лет назад они торопились в свои цехи. Шли на зов дорогого сердцу гудка. Ну, заводской гудок мне всегда нравился, потому что по нему можно было определить время, во-первых. И во-вторых, понять, что завод живет, завод существует. И люди идут на работу и идут с удовольствием. Пропел гудок заводской, конец рабочего дня. И снова у проходной встречает милый меня. Громкими аплодисментами встретили гости человека, с которым вместе начинали титановую эру. Советник генерального директора по науки и технологии Владислав Тетюхин поздравил ветеранов. И в знак благодарности снял шляпу. Долг поддержон красен. И Родина, вот наша страна, должна отплатить верхний солдей и заводу, отдать ту дань, которую они заслужили своим потрясающим, активным, творческим, мужественным трудом. Поэтому позвольте снять перед вами шляпу и низко поклониться. Пожелать вам здоровья, пожелать вам счастья, пожелать вам выполнения ваших надежд. И пожелать, чтобы будущее ваших детей, ваших внуков, правнуков, чтобы оно было солнечным, хорошим, надежным, с будущим. И чтобы в солдую не покидали, а в солдую приезжали и оставались здесь. Настоящую картину преподнесли металлурги из города Брезняки в качестве подарка организации ветеранов ВСМПО. Я желаю администрации предприятия, чтобы они в лице Михаила Викторовича продолжали традиции, начатые Владиславом Валентиновичем. Он проявил очень большую заботу о ветеранах. Продолжайте эти традиции с праздником. Организаторам вечера удалось не просто собрать вместе огромное количество ветеранов ВСМПО, а подарить им кусочек прошлого. Сегодня они словно вновь перешли через проходную, как много лет назад. Ветераны встретились со своими ровесниками, время повернулось вспять. Пусть виски уже синит седина, но душа помнит, душа живет любимым предприятием. Для многих пенсионеров подобное мероприятие – единственная возможность встретиться с коллегами и вспомнить прошлое. Будем надеяться, что ВСМПО будет и дальше заботиться о своих ветеранах. Продолжение следует... Это наш завод, это наша судьба. А теперь к днём сегодняшним в эфире рубрика «Корпоративные будни». Официально к здравпункту номер 6 площадки «Б» прикреплены порядка 2600 человек. Но здесь принимают и работников так называемых мобильных подразделений – контролёров, монтажников, дорожников, связистов. По статистике 2017 года в этом здравпункте зафиксировано 15 тысяч обращений. А в новом году наплыв желающих будет ещё сильнее. Ведь на месте бывшего стоматологического распахнул свои двери долгожданный кабинет физиотерапии. «Кабинет появился в связи с тем, что площадка отдалённая у нас, и работникам приходилось находиться больше на больничном листе, доктора не могли выписать, потому что на лечении ходить было. Тем более сейчас в наше время в такое, что стараются меньше ходить на больничный, а лечиться уже по месту могут». В арсенале физкабинета самая современная медтехника – мини-ингалиторий на два места, аппарат ультрафиолетового облучения и ещё пять приборов самого широкого спектра действия. «На электрофорезе мы с помощью не только низкой частоты и напряжения вводим лекарственные вещества. Все возможные, какие назначают врачи. То есть мы лечим буквально всё, все заболевания. Поэтому вот, потом у нас есть магниты. Это тоже всё заболевания, начиная гипертонический, сахарный диабет, заболевания опорно-двигательного аппарата, наши нервные заболевания, всё, пяточные шпоры, всё-всё мы лечим на магнитах. Магнит-полимак – это современный, усовершенствованный аппарат. Он очень удобен в эксплуатации и охватывает пояс. То есть мы можем нашего пациента полностью завернуть в магниты, и он там лежит и кайфует». Радостная новость об открытии физкабинета разлетелась по цехам быстро. Сотрудники здравпункта и сами не боятся лишней нагрузки. Они расклеивали информационные листовки, доводили информацию через руководство цехов. Кстати, начальники подразделений стали первыми помощниками в реконструкции помещений под физиоаппаратурой. «Спасибо большое начальникам цехов, которые нам помогали. И 21-й цех – это основная нагрузка пришлась. У нас и энергетики, и электрики нам очень помогали, потому что это электрооборудование, и надо было и подводку сделать, и все это подключение. В основном они помогали. И 40-й цех нам, и 38-й цех – начальник участка». Посетители потянулись в физкабинет с первых дней его работы. Инженер цеха номер 40 Анна Якимова по направлению Лора проходит курс ингаляции. Практически без отрыва от работы. «Мне очень нравится, что наконец-то у нас открылся здесь физкабинет. Я думаю, работники площадки УБ тоже все очень обрадовались, потому что на протяжении долгих лет нам приходилось либо отпрашиваться, что не всегда получалось, и зачастую мы просто пропускали все эти процедуры. Лучились самостоятельно, да». Двери медпункта будут открыты для заводчан с 8 утра до 4 часов вечера. Медицинские работники уверены, что с открытием физкабинета план по оздоровлению на площадке Б будет перевыполнен. Шесть печей, три ванны и автоматический манипулятор – все это автоматизированный закалочный комплекс с электротером в цехе 21. «Главная его задача, основная, это именно проведение темоработки практически всей продукции роторного качества изготавливаем в цехе 21». С января 2018-го закалочный комплекс «Электротерм» работает на четырех печах и двух ваннах. На еще двух печах и одной ванне специалисты цехов 6 и 24 модернизируют систему управления. «На данный момент проводится модернизация комплекса и модернизация системы управления комплексом. Она заключается в том, что мы меняем часть оборудования. Это позволит добиться более стабильной работы комплекса, снизить количество простоев, соответственно, увеличить качество выпускаемой продукции». «Комплекс «Электротерм» очень востребован в цехе и остановить его полностью невозможно. Поэтому модернизация будет идти поэтапно, исключая из производственного процесса по две печи». С прошлого года в цехе 54 идет монтаж фрезерных станков итальянской фирмы «Джобс». Первый начали собирать в ноябре 2017-го. И к январю 2018-го его механическая часть была полностью готова. К монтажу второго приступили на последней неделе декабря. Но вряд ли итальянским инженерам удалось бы справиться со всеми поставленными задачами, если бы не слесарь и цеха 50. «Есть сложности при монтаже этих станков. Грузоподъемности крана не хватает, одного крана не хватало для монтажа вот этой станины. Она 27 тонну весит. И, собственно, сам механизм исполнительный, тяжелый, 29 тонн. Поэтому здесь уникальные операции. Станину мы ставили при помощи траверса двумя кранами. А вот эту саму стойку будем ставить нашим краном. По графику монтаж предыдущего станка был 58 дней, но мы там наработали опыт. И монтаж этого станка запланирован в 33 дня». В цехе 54 работает более 40 станков зарубежного производства. Но новые фрезерные станут первыми от фирмы «Джобс». «Выбрали их, именно эту фирму, потому что есть опыт работы с этой фирмой. Ну, не конкретно у 54-го цеха, а у СМПО в целом опыт имеет довольно долгую историю. Эти станки закупались еще в 35-й цех, в инструментальный. Поэтому сотрудничество продолжилось. И станки этой фирмы не только фрезерные, но и немного другие. Я знаю, закупаются и в 16-й цех, в другие цеха объединения. И сотрудничество продолжится и в 54-м цехе тоже». Новые станки, так же, как и их фрезерные коллеги, будут обрабатывать крупногабаритные штамповки. «Эти станки приобретены не взамен, а в помощь нашим старичкам, румынским станкам ВТМ-1600, которые стоят у нас почти с основания цеха. Это подобные станки. И на этих станках фирмы «Джобс» будут производиться те же самые операции, обрабатываются те же самые штамповки, сайдстейк, антиливеры, так называемые рамы для «Эсбаса» в основном, но и для других заказчиков тоже». В планах корпорации ВСМПО «Ависма» приобретение для 54-го и еще трех станков фирмы «Джобс» на замену морально устаревшего оборудования. С 15 января в Доме книги начался обмен банковских карт, срок действия которых истекает в январе. Это те самые карты, на которые корпорации ВСМПО «Ависма» перечисляют материальную помощь своим ветеранам. В конференц-зале Дома книги многолюдно. Ветераны ВСМПО с самого утра спешат обменять банковские карты, на которые перечисляется ежемесячно материальная помощь от корпорации ВСМПО «Ависма». За почти полтора месяца подлежат замене 6763 карты. В первый день выдачи, 15 января, за новыми картами обратились 125 человек. Новые банковские карты, которые выдаются взамен тех, срок действия которых истекает в январе 2018 года, выдаются ветеранам ВСМПО в соответствии с графиком. Он опубликован в газете «Новатор» от 29 декабря 2017 года. При себе необходимо иметь не только старую банковскую карту, но и паспорт. В случае невозможности обменять карту в свой день, сделать это можно 26-27 февраля. В дальнейшем карту можно получить в отделении Сбербанка по улице Энгельса, 68. Напомним, Совет ветеранов ВСМПО проводит обмен банковских карт через каждые три года. Нынешний перевыпуск уже второй по счету. Впервые банковские карты были оформлены ветеранам ВСМПО для выплаты материальной помощи в 2012 году. Вниманию ветеранов ВСМПО! С 15 января 2018 года начинается обмен банковских карт, срок действия которых истекает в январе. Срок действия указан на лицевой стороне карты. Новые карты будут выдавать по графику в конференц-зале Дома книги с 10 до 15 часов. При себе необходимо иметь паспорт. График выдачи банковских карт вы найдете в газете «Новатор». Уточняющие вопросы можно задать в Совете ветеранов по телефону 6 29 46. Вернемся на финиш прошедшего года. В декабре в многопрофильном техникуме имени Встигнеева побывали гости из Британии. Вы являетесь делегациями из Британии. То есть вы делегация каких-то предприятий. Вот эти делегации предприятий приехали к нам на ВСМПО для того, чтобы познакомиться с нашими цехами, конкретно с ВСМПО. И сделать для себя вывод, стоит ли работать с нашей корпорацией. Что вам не понравилось, что вам не понравилось. Сопровождающие гиды, англоговорящие жюри – все это часть деловой игры гости из Британии на ВСМПО. Делегации иностранцев, в роли которых выступили ученики старших классов 1, 2, 6 и 14 школ города, отправились на экскурсию сразу после ознакомления с условиями конкурса. Сегодня у нас представлен 7-й цех контроля, представлен 38-й цех, там в основном, где сварочное производство, так вот хорошо представлено. 32-й цех, это у нас представляет Олешкевич Евгений Вацлавович, как начальник цеха он играет в этой игре. Там у нас о плавильщиках он говорит, о плавильном цехе, о плавильщиках говорит. У нас представлен 13-й цех погрузочно-разгрузочных работ. Коширина Алена Ивановна у нас играет роль начальника цеха. И представлен, конечно, 54-й цех «Боинг», там у нас горячая Людмила Геннадьевна, замдиректора по производству. Назначенные начальники цехов показали учащимся производство изнутри, а ребята смогли оценить учебные модели оборудования. Я думаю, что это очень актуально в наше время использовать титан, вообще, как сейчас он используется, например, в пиксировании или в авиадеталях, ну, в строе. Это очень нужное в наше время мероприятие, потому что молодежь, некоторые не понимают всю необходимость этого, что и это тоже кто-то должен делать. Быть стропощиком, крановщиком или еще кем-то. Многие этого просто не понимают. Поэтому нужно проводить такие мероприятия, показывать молодежи, что, как это происходит, кто есть, кем вы можете стать. Не каждый вид может быть, например, историком или философом. Есть люди, которым... И это интересно. Ну, во-первых, мы на таком мероприятии первый раз. Организация данного мероприятия нам понравилась. Дети с удовольствием прошли по цехам, по лабораториям техникума. И мы посмотрели вживую, как учатся дети здесь, какие профессии они изучают. Дети смотрели в микроскоп в увеличенном виде металлы. Они попробовали посмотреть сварку. Им показали новое оборудование, на котором сейчас учатся учащиеся. Знание английского языка – это обязательное условие участия в игре, задача которой – познакомить ребят с техническими терминами, применяемыми на ВСМПО. Свободное владение иностранным языком не только расширяет кругозор школьников, но и увеличивает их шансы на получение востребованной в корпорации ВСМПО ВИСМО специальностей. В течение часа 23 ученика прошли 5 цехов. В конце экскурсии им предстояло рассказать на английском об увиденном. Я рад сказать вам, что ваша экскурсия была замечательная. Мы хотели сказать, что мы получили экскурсию через ваши 5 учащихся, и это была самая интересная и прекрасная экскурсия, которую я никогда не видел. Главное, конечно, участие. Главное, что они поучаствовали, хорошо ли, плохо ли они рассказали, что они увидели, сумели проанализировать информацию, выдать ее. Это очень важно. Но критерий, конечно, объемность. У кого больше будет рассказ, интереснее, содержательнее. И один из главных критериев – это использование глоссария. В глоссарии там как раз есть перевод всех технических терминов. И жюри будет особо обращать внимание на то, как ребята использовали этот глоссарий. Итоги деловой игры подвело компетентное жюри в составе сотрудников СМПО и преподавателей по английскому языку. Сразу две медали за первое и третье места были вручены командам из школы номер 14. Серебряными призерами стали ученики школы имени Пушкина. Все участники мероприятия получили почетные грамоты и сувенирную продукцию с символикой в СМПО. Далее новости из пенсионного фонда. С января нынешнего года семьи с двумя и более детьми могут рассчитывать на ежемесячные выплаты из материнского капитала. Указ президента распространяется на те семьи, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен с 1 января нынешнего года. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка – 10 210 рублей. Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в пенсионный фонд по месту жительства в любое время в течение полутора лет со дня рождения или усыновления второго ребенка. Выплата будет осуществляться пенсионным фондом из средств материнского семейного капитала семьям, средний душевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть не превышает 15 980 рублей. При подсчете общедушевого дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другие выплаты. При обращении в пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами. Доход на одного члена семьи при назначении ежемесячной выплаты рассчитывается, исходя из суммы дохода в семьи за 12 предшествующих календарных месяцев. Заявление в пенсионном фонде будет рассмотрено в течение месяца. Еще 10 дней, согласно закону, отводится на перечисление средств. Ежемесячные выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Вопросы можно задать по телефону горячей линии пенсионного фонда 5-06-95. Уровень преступности в Верхней Салде снизился на 12%. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Верхнесалдинский подвел итоги 2017 года. Межмуниципальный отдел Верхнесалдинский по итогам 2017 года из 41 подразделения МВД России по Свердловской области входит в десятку лучших. В прошлом году уровень преступности снизился на 12,6%. Такие цифры были озвучены на итоговом совещании, где наряду с сотрудниками полиции присутствовали главы Верхней и Нижней Салды, а также представители прокуратуры. Однако исполняющие обязанности начальника межмуниципального отдела Верхнесалдинский Александр Хремчук отметил, что несмотря на общее снижение преступности, количество тяжких и особо тяжких преступлений, куда входят грабежи, преступления против жизни и здоровья граждан, а также по линии незаконного оборота наркотических веществ, увеличилось. Так, в 2017 году на 52,1% больше было пресечено наркопреступлений, в том числе выявлено и поставлено на учет два наркопритона. В суд были направлены уголовные дела в отношении шести лиц, которые в составе организованных преступных групп на территории Верхней Салды распространяли наркотики. И один случай, по которому также возбуждено уголовное дело, касался выращивания конопли на преусадебном участке. Главы городских округов, поблагодарив стражей порядка за достойную службу и профессионализм, акцентировали внимание на усиление работы участковых уполномоченных полиции, а также сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних. Представители прокуратуры отметили, что главная цель работы полицейских – не допустить нарушения прав и свобод граждан, обеспечить им безопасность, своевременно реагируя на все правонарушения и преступления. Субтитры создавал DimaTorzok